Привет, друзья! С вами Светлана Дядова, и я рада приветствовать вас на своем канале Белль, посвященному проекту Ля Ви и Белль или Жизнь Прекрасна. Сегодня, 11 мая 2020 года, исполнился ровно год с того момента, как я открыла свой канал на YouTube. Целый год! Много это или мало? Если оглянуться назад, по насыщенности событий, мне кажется, что не год, а просто несколько лет пронеслись, как один миг. А с другой стороны, этот год именно пронесся. Он просто закружил меня в вихре каких-то новых идей, эмоций, впечатлений, новых людей, новых встреч, ну и так далее. Сколько было позитива, я не могу передать. Как я счастлива, что мое творчество нравится людям. Как я рада обрести поддержку тому, что я делаю, что я создаю в лице моих зрителей, в вашем лице, мои дорогие друзья. С момента открытия моего канала нам все вместе, а я говорю нам, потому что все, к чему мы на данный момент пришли, произошло благодаря усилиям очень многих людей. Это участницы нашего совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна». Это многие-многие творческие люди, которые встречались мне на пути. Это руководители выставочных площадок и различных организаций, которые помогли и поддержали наш проект. Это просто друзья, которые помогли и поддержали, ну, помогли каким-то дружеским советам. Так вот, с момента открытия моего канала нам удалось уже очень-очень многого достичь. На данный момент наш проект «Жизнь прекрасна» насчитывает уже более 230 человек, мастеров, мастеров с большой буквы, из самых разных уголков не только России, но и всего земного шара. И я очень-очень этим горжусь. Мы провели 7 выставок, вышитых картин на различных выставочных площадках города Москвы. Мы показали наше творчество огромному-огромному числу людей и получили массу восторженных отзывов и счастливых глаз. Мы открыли свой собственный музей-галерею живописной вышивки. Мы вошли в энциклопедию современного арта, энциклопедию современного искусства отдельным разделом. У нас появились новые совместные, ну, так называемые, дружественные проекты. У нас много планов и задумок на будущее. Мы меняем общепринятые мнения, мы привносим свои смыслы, мы увлекаем за собой и заражаем вдохновением. Но разве это не прекрасно? Я очень надеюсь, что те смыслы, которые мы создаем и несем миру, они будоражат людей, они заставляют их думать. И задача нашего проекта и моя личная – это как бы разбудить людей, заставить их думать, заставить по-иному, по-новому взглянуть на какие-то общепринятые, может быть, вещи. Заставить задуматься над какими-то важными вопросами творчества и искусства. И самое главное – это испытать очарование от того, что мы все вместе делаем. Очарование до одуря. И я невероятно счастлива, что у нас тоже есть возможность по-своему творить красоту и прикасаться к искусству. И так же, как художники, создававшие великие полотна, мы, вышивальщицы, стремимся задеть зрителей красотой своего искусства, воссоздавая шедевры живописи в стишках. А лично мне в искусстве всегда больше всего нравится человек. Человек, изображенный на картинах великих художников, которые мы вшиваем, но так же и человек-мастер, человек-искусство, женщина в искусстве. Этот год на YouTube заставил меня многое понять, многое переосмыслить, многому порадоваться и на многое взглянуть иначе. И получив этот бесценный опыт, наверное, в свой следующий год на YouTube, я также окунусь как в омут, без каких-либо особых ожиданий и традиционного списка, чего я хочу достичь. И я заранее разрешаю себе импровизировать и меняться себе, своим планом, своим желанием, своим мечтам. Все получилось, как получилось. Пусть и дальше все получится, как получится. Я честно старалась и буду дальше честно стараться. Стараться для тех, кому так же, как и мне, нравится заниматься тем, чем мы занимаемся. И я благодарю всех вас за теплоту и душевную щедрость, которую я от вас получаю. Спасибо вам огромное, дорогие зрители и подписчики моего канала. Я очень ценю ваше доверие, ваше внимание и вашу дружбу. А с вами была Светлана Диадова на канале Белль, посвященному проекту «Ля Ви и Белль» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok